портал x get ваши вопросы и сегодня мы будем говорить о постыдной и непостыдной кончине жизни нашей вопрос очень сложный естественно мы видим очень часто шикарные похороны каких-либо важных людей мы видим очень скромные когда отпевание когда провожают человека очень скромно и памятник может быть ему даже и не воздвинутого и скоро забудут но не все ли это свидетельствует о том что господь принял своего раба я принял того кто в этот момент отошел ко господу в обители райские конечно нет и постыдная непостыдная смерть определяется только самим богом но для нас очень важно все-таки иметь какие-то знаки от господа как этот человек стяжал ли благодать или не стяжал естественно мы должны с вами порассуждать если человек примеру кончался на пасху или на пасхальной седмице народная мудрость говорит что такой человек сразу переходит в царствие небесное да нам этого очень хочется но догматическое богословие ничего не говорит о том о времени когда скончался человек является ли это не благодатным важным и ну и условием его спасения но о чем мы с вами можем говорить если человек скончался с именем божиим на своих устах если этот человек смог подготовиться к смерти не исповедоваться причаститься то а такой смерти какая бы она там ни была в муках или наоборот тихая блаженная кончина мы можем говорить что эта смерть не постыдны что эта смерть бога угодно и что это человек будет принят в селении райские а какая же постыдная тогда смерть постыдная смерть когда человек умирает с проклятиями на устах по отношению к богу по отношению к ближнему когда человек в злобе своей даже на смертном одре пытается отмстить другому человеку а такой смерти конечно мы должны просить чтобы господь избавил нас от таких страшных событий в нашей жизни пусть господь сподобит мирного доброго жизни нашей и блаженной кончины после которой мы будем приняты в райские селения самим господом внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео